В начале нулевых нью-метал был на пике своего существования. Он буквально расцвел, используя агрессию, озлобленность и чувство несправедливости как удобрение. При первом знакомстве с нью-метал, многих из вас, я уверен, в первую очередь восхищает грубое-грубовое звучание и агрессивное исполнение. Каждый аккорд отчеканивает в молодых умах покоящуюся в глубинах разума агрессию. Но, как и везде, всегда бывают исключения. И вместе с потоком ненавидящих и ненавистных коллективов появился один, несущий через свое творчество что-то светлое и исключительно доброе. Всем привет, друзья! Андрей Ушвагни. Я лично очень люблю POD за то, что они сохранили себя, сохранили свое лицо, музыку, звучание. И на протяжении последних 20 с лишним лет, 25 и даже больше, продолжают нас радовать более-менее адекватным материалом, как в прошлом, так и в настоящем. Сегодня мы поговорим с вами про уникальность группы POD и про то, почему они вообще такими уникальными стали. POD это светлое пятно в океане психосоциальности, из которой состоял нью-метал. В обществе все-таки живем, а когда оно психо, обязательно будет тот, кто обратит агрессию в нечто другое, в конструктивное русло. Бессменные ударные группы Вув Бернарда называют то, что выходцы из неблагополучных районов стали рупором поколения, ничем иным, как благословением. Смешав в своей музыке нью-метал, регги, хип-хоп и хард-рок, музыканты получили воистину богоугодное музло. За свою карьеру эта банда смогла продать более 12 миллионов копий альбомов по всему миру, получить три Грэмми, поучаствовать в написании в саундтреках к фильмам, а несколько их альбомов попадали в топы билборда. Поклонялись ли они самому дьяволу ради такого успеха? Нет, они подружились с одним бородатым дядей наверху, а на Пасху вы можете даже не пытаться разбить их яйца. Многим интересно, откуда взялось название POD. Оно расшифровывается не иначе, как Payable on Death. В американской банковской системе это такой траст, при оформлении которого одна сторона размещает в банке счет или портфель ценных бумаг. Эти активы, в случае смерти учредителя, перейдут к указанному в документе получателю. Эдакое завещание, закрепленное конкретными финансами, деньгами, счетом, всем таким. Отмотаем немного назад к самому началу пути этих нью-металистов. В начале 90-х это был дуэт, основанный Маркосом Кьюриэлом и Вувом. Они часто зависали на джем-сессиях и играли каверы на Металлику и Слеер. Жили они в месте, в котором проще, чем вырасти душным мизантропом-металистом, было только сторчаться и умереть в перестрелке. Находится он очень близко к границам США и Мексики, что уже о многом говорит. Там же жил и двоюродный брат Вува, Сонни Сандавал. Детство у парней было подстать любому ровному пацану из гетто. Их отцы без труда стали бы героями шоу «Беременна в 16». Вув в каком-то интервью даже сказал, что их отцам было как раз по 15-16 лет, когда они родились. Для вас нападение нескольких вооруженных мальчиков – это новость в газете. Для них типичный понедельник, в который завтрак тарелкой ворованного космостарса с бухлом прерывался на лежание лицом в пол, пока грабители ищут дома наркотики. Родители Вува разошлись, когда тот был подростком. Следующие три года он жил на улице и потреблял все вообще, что может поместиться в зиплоке. Позднее отец Вува попал на концерт некой христианской группы, после которого он в корне поменял свою жизнь. И это не последний раз, когда религия повлияет на историю и мировоззрение участников коллектива. Вскоре в группу приняли и Сонни, который до этого был участником молодежного вокально-неинструментального гэнста ансамбля. Рэпером, короче, он был. У Сонни была проблема, по первости мешающая ему выступать. Паренек был крайне застенчивый и боязнь публики сковывала его на сцене, из-за чего ему приходилось читать тексты с листка, стоя спиной к публике. И посмотрите на Сонни сейчас на сцене. Более идеального, экспрессивного и ярко выраженного фронтмена придумать просто невозможно. В 93-м году к ребятам присоединился Траа Дэниелс, пришедший на смену их тогдашнему басисту Гейбу Портилья. Надо сказать, все ребята еще до сбора в группу были близки и дружили. Я уже упоминал, что Сонни приходился Вуву кузенам, а Траа играл в фангруппе, которую возглавлял дядя Вува. Изначально Пиоуди назывались иначе. Первое их название было Эскатес, что переводится не иначе как Экскременты. Название, прямо скажем, полное говно. Здесь любую шутку вообще можно вставить. Позже в жизни Сонни произошла трагедия. Его мама умерла от рака, что в свою очередь помогло ему обратиться к христианству. Такая идентификация не должна вас сразу заставить закрыть это видео, даже если вы воинствующий атеист или еще не закончили седьмой класс, что, впрочем, одно и то же. В первую очередь, христианская тематика коллектива служит основой посыла, который группа продвигает. По словам Сонни, его семья никогда не была глубоко верующей. Но во время борьбы с тяжелым недугом, мать Сонни много читала Библию, что принесло в их семью свет и только сплотило всех ее членов. После ее смерти Сонни обрел Бога и нашел в нем успокоение и веру в светлое будущее. Дальше все пошло-поехало. Концерты тут и там, на фермах, в церквях, местных фестах, скейт-парках. Отец Вова даже оплатил несколько независимых релизов группы. Популярность POD росла, и вот в 97-м году на них откуда-то сверху заглядывается Джон Рубель из Atlantic Records. Позже они записали EP The Warriors, а уже в 99-м году так и подписались на Atlantic. Помимо мощнейшего эффекта сарафанного радио, поднимающего молодых ребят все ближе к вершине популярности, им также помогло участие в радиопрограмме The Guard Stand Show, что в свою очередь позволило им допиликать и до MTV. В 2000-м году они даже попадают на Озфест, что вызвало некий диссонанс, так как Кози, я не знал, что эта летучая мышь была настоящей Осборн, ассоциировался с сатанистской, а не христианской музыкой. Это привело к тому, что фанаты, верующие в святость убеждений ребят, подходили к ним на концертах и спрашивали с них за участие в этом самом шоу. Я каждый раз радуюсь, когда слышу адекватную прогрессивную альтернативу с просторов нашей страны. Питерский метал-бенд Massface недавно выпустил новую пластинку под названием Inequable. Название говорит о неравномерности данного альбома. Каждая песня отличается по характеру и настроению, и невозможно предугадать, что же тебя ждет дальше. В этот раз парни углубились в мрачные образы, в лирики и эстетики, и выдали пластинке более тяжелых и прогрессивных композиций. В целом, альбом будет интересен любителям таких групп, как Carnival, Dead Letter Circus, Deftones и Tool. Пластинка и правда получилась любопытной и хорошей по материалу и звуку, так что обязательно оцените ее самостоятельно по ссылке в описании и оставьте ребятам свой фидбэк. Ну а 16 октября в Московской Ласточке пройдет живая презентация альбома. Приходите, будет хорошо. В 99-м году выходит их первый альбом на мейджор лейбле, The Fundamental Elements of South Town, который предсказуемо стал платиновым. В 2001 году выходит следующий альбом, Satellite. И вот его успех был еще более оглушительным. Пластинка сумела добраться до шестого места в чарте Billboard, а песни Life и Youth of a Nation стали самыми настоящими хитами, но о них поговорим немножко позже отдельно. Выход их одноименного альбома в 2003-м был ознаменован переходом группы к более мрачному звучанию, а обложка многими была названа оккультной. Привело это к тому, что большинство христианских музыкальных магазинов просто отказались его продавать. Такие вот страсти христовы. Следующий альбом, Testify 2006 года, тоже ждал успех. Сингл с шестой пластинки заняли высокие точки в чартах, а Lights Out использовался в качестве музыкальной темы для сезона 2006 года в Рестлинге. На этом сотрудничество с намасленными мужиками в трусах и длинными волосами не закончилось. P.O.D. также исполнили тему рестлера Рея Мистерио. Альбомы, вышедшие позднее, также достигли неплохих высот, но до уровней третьей и четвертой пластинки музыкантов добраться им было не суждено, к сожалению. Небольшим скандальчиком отметился альбом Murdered Love. Вызван он был тем, что в треке I Am в тексте присутствовало «Лучше, пожалуйста, сейчас заткните уши, кто не подготовлен», было слово «Fucked». А это в рамках христианской музыки дело, ну, такое себе. P.O.D. группа, которая состоит из христиан, а не играет христианскую музыку в прямом смысле этого слова. Их творчество отдушено для каждого человека. Смысл названия, по словам самих участников, в том, что Иисус своей смертью заплатил за грехи человечества. Песни коллектива созданы, чтобы объединять людей и давать им надежду, что отличает их от многих других нюметал-групп. Это отражается даже в составе коллектива. Сонни — итальянец и мексиканец, а Вуф — житель Тихоокеанских островов. Маркос Чикана, Атра, имеет африканское происхождение. Таким образом, с помощью веры банда призывает слушателей не погружаться в пучину ненависти и страданий, а наоборот, превозмочь их, поверить в свои силы и завтрашний день, продолжив двигаться вперед. Такой посыл нельзя не похвалить. Каждый человек должен найти в себе силы и избавиться от окружающего нас негатива. А музыка может быть отличным мостом в жизнь, полную счастья. П.О.Д. не гнались за право быть пионерами, набравшего популярность в те годы нюметал. Они просто делали музыку, которая им нравится. Группы неоднократно связывались с другими нюметал-мандами в момент расцвета жанра. Впрочем, на это музыканты лишь пожимали плечами, отвечая что-то вроде «ну, хорошо, круто». За 30 лет участники группы стали по-настоящему близкими друг другу людьми, семьей. А как мы все с вами знаем, нет ничего важнее семьи. Возможно, в этом кроется секрет их песен. Друзья, если вам нравится мои видео и все то, что я делаю, рассмотрите возможность поддержать меня на бусте. В текущих непростых временах это будет крайне ценно, полезно. Каждому руку пожму, поцелую в лобик, все будет хорошо. А также недавно мы с коллективом неравнодушных запустили такую тему, как КНЦ. Это афиша в Телеграме концертов интересных мероприятий в вашем городе. Переходите по ссылке в описании. Находите свой город. Подписывайтесь. Следите за концертами. Будет классно. Некоторые песни коллектива были выплеском их реакции на происходящие в стране события, наложившие на участников глубокие отпечатки. Одним из таких треков стал Youth of the Nation. Сидя в студии, участники группы увидели по телевизору репортаж про стрельбу в американских школах с Антанией и небезызвестной Колумбайн. Увиденный ими акт скул-шутинга был последним в череде ужасных нападений. Это все сильно задело музыканты. В тот момент они твердо решили, что обязаны написать об этом песню. Для участников группы произошедшее было настоящим безумием. Они не могли понять, что происходит с подрастающим покорением. Этому песню и была посвящена. В ней задаются вопросы о том, что приводит детей к этим действиям. Как депрессии и неприятности в жизни разрушают их изнутри. Участники группы разговаривали с молодой нацией, сочувствуя, а не осуждая ее. Разрывающий душу инструментал дополнился детским хором. Музыкантам пришла идея взять для этой партии детей фанатов группы. Но там какие-то терки с профсоюзами едва не помешали задумке. Тогда по-быстрому были собраны дети из хора и партия была записана. Как говорят музыканты, через много лет, случайно сталкиваясь уже взрослыми людьми на дороге, они слышали. Эй, чувак, я был одним из детей в этом хоре. Все эти факторы сделали Youth of the Nation самой популярной песней коллектива, став чем-то большим гимном подрастающего поколения американцев. Группа также выступала на так называемом спектакле «Исцеление», где ее собирали студенты, пережившие массовые нападения. Другим значимым для общественности треком стала песня «Alive». Ее сандовал сочинил, когда увидел в своих чертах лица схожесть с чертами лица матери. Эта песня вышла в качестве сингла за неделю до трагедии, произошедшей 11 сентября. И снова творчество музыкантов попадает в самое сердце американцев. На фоне страшных событий сингл стал вселять в людей надежду. Он предлагал неслепой патриотизм, который по волшебному взмаху решит все проблемы. В текстах этого трека музыканты разговаривают с обычным народом, давая ему необходимое светлое завтра. И это говорит об актуальности творчества группы. Это не могло не найти отклика у слушателей. Песня «Sleeping Awake» стала саундтреком для фильма «Матрица», конкретно для второй части. На нее также был снят клип, где вы еще можете увидеть Сони Сандавала, выполняющего кульбиты из культовой трилогии. Кроме того, по сюжету клипа группа играет на инструменты как в нашем мире, так и в «Матрице». До того, как таким образом многие музыканты стали презентовать свои синглы в «Фортнайте». Рассказываю я вам об этом исключительно потому, что именно эта песня в 2002 году и привела меня в стан слушателей P.O.D. Прямо как сейчас помню пиратский компакт-диск с саундтреком ко второй «Матрице». Эх, хорошие времена были и хороший саундтрек, кстати. Отдельно очень хочу рассказать про вокалиста коллектива, про Сони. Он бессменный фронтмен, соучредитель, мексиканец и тихоокеанский итальянец. Прекрасный муж, примерный христианин и бла-бла-бла. Как уже говорилось ранее, в возрасте 18 лет Сандовал пережил смерть матери от рака, что определило его дальнейший жизненный путь. Перед этим событием развод родителей также повлиял на парня. Возможно, все это заставило его пристраститься к алкоголю и наркотикам в подростковом возрасте. Отметился Сони участием в группе «The Whosoever's». Эта группа часто выступала с лекциями в школах, реабилитационных центрах и церквях. В нее также вошли участники группы «Корн». Основателем проекта стал Райан Райс, решивший поменять свою жизнь после очередного передоза всем, что можно сварить из стирального порошка. Идею названия подкинул сам Сандовал, он видел в этом некое всемирное движение, помогающее людям прийти к Богу. Райан воодушевился и, используя свой опыт управления командой по скейтбордингу и работой в музыкальной индустрии, занялся реализацией проекта. Сони и Райан рассказывали свои истории обретения Бога в реабилитационных центрах, а известность группы росла. А теперь пришло время скандалов и интриг во внутренней кухне участников группы. Связан самый крупный из них с Маркосом Куриелом. В 2003 году он покинул группу. Одной из причин называется отправление Сандавала Мэйл, в котором говорилось о том, что Маркосу надо найти свой путь, который гитарист Пиуди начал в своих сайт-проектах. Но, как говорит сам Маркос, письмо было односторонним, его буквально выставили на мороз. Дальше начались типичные для таких ситуаций набрасывания говна на вентилятор. Маркос говорил, что его философия отличается от видения других участников коллектива. Для него было невыносимо надевать маску во время выступления, а потом уходить в гримёрку и возвращаться к его истинному видению мира. Кроме того, Куриел утверждает, что образ участников отличается от того, что есть на самом деле. И они лишь работают на целевую аудиторию, понимая, как на неё воздействовать. Ух, бля, никогда такого не было и вот опять. По его же словам, крысы много говорили за спиной у кисы в том смысле, что после ухода бывшие коллеги стали поливать его по-моему разной степени испорченности. Дошло до того, что в соцсетях комментарии в поддержку бывшего гитариста попросту удалялись. Что жутко бесило Маркоса. Ещё больше экс-гитариста расстроило информацию о том, что спустя неделю после его увольнения группа нашла себе нового гитариста. Это дало Маркосу понять, что его уже давно собирались выкинуть из коллектива. Такая вот история получилась о любви и ненависти, которая, впрочем, не помешала через три года Куриалу снова вернуться в состав группы и оставаться там по сей день. Есть и неожиданная история даже с видеоподтверждениями. Когда-то Кэти Перри была бэк-вокалисткой коллектива. Певица, ну и правда, поучаствовала в одном треке группы, но на этом их сотрудничество на самом деле-то и закончилось. После появления новости о том, что Кэти Перри была бэк-вокалисткой, участники группы разразились гневным комментарием по этому поводу. Они сказали, что Кэти появлялась в их песне исключительно из-за своих вокальных данных, а ничего бы то ни было еще. А вся эта история, ну, так или иначе, оскорбляет девушку, потому что она сама по себе, хороший музыкант, творец и бла-бла-бла. В общем, да, это очередная утка от недобросовестных журналистов, потерявших жопу на таких голословных заявлениях ради хайпа. POD, несомненно, одна из самых важных групп в тяжелой музыке и не только среди нью-металистов. Эта группа состоит из настоящих творцов, желающих с помощью музыки донести до слушателей очень важные и в то же время простые истины. И можно с полной уверенностью сказать, что они в этом очень преуспели. Но вообще нью-метал полнится крутыми именами и толковыми музыкантами. Поэтому я рекомендую посмотреть вам видео с историей и особенностями этого жанра в следующем. Ссылка на него прямо сейчас у вас на экране. Обязательно зацените. Продолжение следует...